Здравствуйте! В эфире программа «Люди говорят» с Вячеславом Смуровым. Так вот, люди говорят, что сердце – самый важный орган. О нем, о сердце, мы сегодня поговорим с главным врачом окружного кардиологического диспансера города Сургута Ириной Урванцевой. Ирина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть в нашей студии. Ну вот вопрос у меня возник. Это правда, что размер женского сердца меньше на 20% мужского? Ну, размер сердца… И правда ли, что кулак – это… Вот это я хотела сказать, да, чтобы примерно размер сердца соответствует размеру кулака. Ну, ваш кулак и мой кулак, поэтому я думаю, что разница здесь очевидна. Сейчас все наверняка зрители тоже так, 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 давай сравним, а какой у тебя, а какой у меня. От чего зависит здоровье сердца? Мы сейчас поговорим как раз вот такие важные моменты, на которые вы должны, дорогие друзья, обратить внимание, если вы задумываетесь о своем здоровье. Здоровье сердца зависит прежде всего от образа жизни. Вы знаете, что сейчас очень модно культура здоровья, культура здорового образа жизни. Здоровое питание. Здоровое питание, занятия спортом, физическая активность, правильное питание. То есть при реакционе должны преобладать фрукты, овощи, минимум жиров, не курить, алкоголь в умеренных количествах. Ну и, конечно, оптимизм, позитивный взгляд на жизнь – это первое. То, что исправляется, то, что мы получаем… Это называется профилактика. Да, это называется профилактика. То, что мы получаем с генами… Это генетика. Это генетика, которая у 30%, как минимум у 30% больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями отягощена анамнез. То есть передается генетически предрасположенность к тем или иным заболеваниям. А на генетику нельзя? Значит, на генетику… Только за счет профилактики. За счет профилактики, да. И если ты знаешь, что да, отягощенный наследственный анамнез, то вдвойне должен быть привержен здоровому образу жизни. Это первое. Второе – проводить мониторинг своего здоровья, знать цифры давления, цифры сахара, крови, холестерина, вес, рост. Для того, чтобы дебют вот этого заболевания, который возможен… Как это вы просила, сказали, дебют заболевания. Не так страшно звучит, но очень правильно. Да, отодвинуть на десятилетия. Где-то за 70, за 80 лет. Поэтому, вы знаете, дело в том, что здоровье в наших руках. Поэтому мы должны бережно относиться к своему сердцу. Потому что у меня любимое выражение, я всегда говорю пациентам, греческого философа от Саламеты. Сердце – очень хрупкая вещь, оно бьется. Поэтому надо к нему относиться бережно. Вот вы сейчас с такой заботой об этом рассказываете. И, во-первых, потому что вы еще и главный внештатный кардиолог округа, ну и депутат окружной думы. Но мы сегодня говорим о сердце. Так вот, проект «Красное платье», он как возник? И вообще, расскажите об этом проекте немного. Проект «Красное платье»… Насколько «Красное платье» перекликается с сердцем, с делами сердечными? «Красное платье» – это наш бренд. Как он возник? Болезни сердца стоят на первом месте. В мире умирают порядка 18 миллионов. Можете себе представить 18 миллионов? Это огромный мегаполис, да? И Всемирная организация здравоохранения обратилась к женщинам, инициировала такой проект «Оденься в красное». Мы его уже переформатировали в Сургуте. И наш проект называется «Красное платье». Красное – это символ тревоги. Красное – это знак, что необходимо срочно обратиться к себе, к собственному здоровью. И, с другой стороны, почему «Красное платье» – это посыл к здоровью, и прежде всего, здоровью семьи и здоровью мужчин через женщину, хранительницу очага, заботливой матери, жены. А «Красное» – это не только тревога, это еще и красота. Поэтому вот такой вот у нас… Мужчины чаще подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям? Да, да. Мужчины чаще подвержены, потому что это гендерные особенности. До определенного времени у женщины есть такая защита. А у мужчин ее изначально нет? А мужчины изначально нет. Вот это любовь к чему приводит. Вот, поэтому после 50 лет уже шансы заболеть теми или иными болезнями сердца у женщин и мужчин сравниваются. Сравниваются как-то, да. Да, и вот все-таки… Сравнивается после 60-ти, после 50-ти начинает снижаться, так сказать, гендерная защита. Ну, хоть где-то она что-то уравнивает, кроме брюк. Давайте посмотрим, дорогие друзья, фотографии. Кто вас поддержал вот в этой инициативе? Я знаю, что для того, чтобы обратить внимание на свое здоровье, даже появились баннеры, но мы о них чуть попозже. Это вот таким образом, это все ваши сотрудники и… Нет, это у нас был женский клуб. Мы проводили… А это сама акция? Это сама акция, да, мы их уже провели более 50-ти. Это участницы акции, это девушки из нашего центра, которые… А это ваши соратницы? Это соратницы, мы выбрали 5 известных женщин в городе. Включая вас. Да, включая меня. Депутат Думы, зампредседателя Тюменской областной Думы Галина Александровна Резяпова, вот здесь, это я. Следующая у нас была Вера Ивановна Понасевича, я думаю, что это человек достаточно известный в городе и в округе. И Галина Николаевна Галимова, представитель Совета женщин сургут-нефтегаза и депутат Горской думы и ценкой Елены Викторовны. Самое-то главное, женщины вовлеклись в этот процесс, да? А мужчины откликнулись? Мужчины откликнулись. Ну, конечно, мужчин, несмотря на то, что мы первую акцию провели в 2017, там сейчас 2022, 5 лет уже прошло, женщины преобладают. То есть 60 и 40, да? Женщины всегда о своем здоровье заботятся гораздо лучше. Но, вы знаете, дело в том, что первые, конечно, акции привели женщины, мы обращались к женщинам, приходите со своими мужчинами, со своей семьей. Сейчас уже вот у нас последняя акция. Мужчины не любят к врачам ходить. Да, но, вы знаете, вот 50-я акция у нас прошла юбилейная, буквально недавно, она была приурочена к Дню Отца. И была организована только для мужчин. Вы знаете, они были без женщин, но их женщины организовали эту акцию. Вы знаете, они были очень довольны. И вот если брать статистику по акциям, то среди мужчин, которые приняли участие в акции, было уже где-то 70%, в среднем 70% не курящих. Это хорошая статистика. Ну, и вы знаете, я к какому выводу пришла, проанализировав эту цифру, не потому, что вот они настолько все хороши, правильные образы жизни ведут. Потому что, скорее всего, они задумались, они, наверное, бросили курить и пришли, значит, либо вот этот отказ от курения был первым шагом на пути к сердечному здоровью. Были ли какие-то случаи, когда вы говорили, вот вам, батенька, надо наблюдаться в нашем диспансере? Ну, основная задача вот этого кардиоскрининга, скрининг – это вообще просеивание. Поэтому основная задача скрининга – выявить именно группу пациентов высокого и очень высокого риска. То есть у нас светофор желтый, зеленый, красный. И те, кто получает флайер с красным цветом, то они сразу же направляются уже на консультацию к кардиологу для углубленного обследования. И каждый пятый мужчин, который прошел вот этот кардиоскрининг в рамках акции, получил вот этот красный светофор. И был направлен к кардиологу. Среди женщин риск где-то меньше, ну, в смысле, женщин высокого риска 10-12%. Каждая десятая, как мы видим, в два раза у мужчин чаще выявляется высокий риск. Поэтому мы на правильном пути, и я думаю, что будем дальше продолжать. И не зря диспансер носит звание окружного. Вы эту акцию планируете сделать окружной? Это движение. Это же движение. Ну, вы знаете, эта акция проходила, в том числе и в Ханты-Мальтийске мы проводили эту акцию один раз. Правда, оно было. Эту акцию мы проводили в других городах. Но, к сожалению, вот ковид несколько так спутал наши планы. Кстати, как ковид повлиял на сердце? Вы наблюдали какую-то, как последствия ковида именно на сердце, что сказался ковид? Конечно, ковид не проходит бесследно для сердца. Во-первых, больные с заболеваниями сердца, они относятся к группе риска по тяжелому течению заболевания и его осложнению. Поэтому все люди, которые страдают хроническими заболеваниями сердца, обязательно должны быть вакцинированы. Если они перенесли ковид, то обязательно нужно регулярно наблюдаться у врача и принимать лекарства. У молодых тоже были осложнения после ковида в виде миокардитов, это воспаление сердечной мышцы, нарушение сердечного ритма. Поэтому ковид это еще тот айсберг, который нам предстоит... Которые нижнюю часть еще не видны, и дай бог, чтобы она была небольшой. Давайте теперь о хорошем поговорим, о вашем диспансере. Сколько лет уже диспансере? Основан в 1995 году. В 1998 году была проведена первая операция. То есть кардиология стартанула в Сургуте, если говорить об округе? Ну, кардиология и высокотехнологичная медицинская помощь, она тоже стартанула, как вы говорите, в городе Сургуте, в нашем центре. В 1998 году была выполнена первая операция на открытом сердце, которая относится к высокотехнологичной. И с этого времени, можем сказать, что... Вот это здание. Да, был дан старт развития высокотехнологичной помощи в округе. Сколько у вас специалистов, врачей работает? У нас всего в центре работает более 1100 сотрудников, врачей 225-227. Ну, у нас как бы сейчас приходит... Большинство женщин. Да, женщин у нас 80%, но мужчины есть. Мужчины есть. Вы как учреждение испытываете кадровый голод? С технологиями все понятно. Вы развиваетесь, двигаетесь дальше, а вот с кадрами как? У нас, к счастью, в округе два медицинских института. Один из них находится в структуре Сургутского университета. Мы являемся клинической базой. У нас кафедра кардиологии функционирует. И благодаря тому, что выпускники Сургутского мединститута приходят в клиническую ординатуру, то мы постоянно готовим кадры как для себя, так и для других учреждений здравоохранения. За счет молодых специалистов мы удерживаем ту планку необходимого количества врачей. Ну и, конечно, когда мы только создавались, были приглашены врачи опытные из других территорий. Сейчас на те или иные методики мы также приглашаем врачей. И врачи постоянно проходят переобучение. Проходят переобучение. Мы регулярно проводим мастер-классы на нашей базе. Приезжают ведущие специалисты. Внедряем террорийные технологии. Вы знаете, медицина и кардиология, и кардиохирургия, она должна быть в постоянном процессе развития. Поэтому сейчас медицина просто стремительно развивается. Для того, чтобы быть в курсе всех новых новшеств, необходимо, конечно, постоянно... Россия относится к лидерам в кардиологии? Ну, я думаю, что сейчас, в связи с вообще кардинальным изменением материально-технической базы российских клиник и федеральных центров, если раньше это были единичные федеральные центры, то когда пришла высокотехнологичная помощь в регионы, и материально-техническая база позволила выполнять эти операции, то, конечно, Россия сделала огромный прорыв. Ирина Александровна, скажите, а вот так вот, приехав в Сургут, здание мы уже посмотрели, можно просто посетить Ваш музей сердца? Музей сердца посетить можно. Но лучше, чтобы это сделать группой, да? Нет, дело в том, что у нас есть информация, есть телефон, по которому можно заказать экскурсию, посещение музея сердца. Поэтому у нас сейчас начинаются школьные каникулы, у нас уже достаточно активно идет запись сургутских школьников, приезжали к нам школьники из Нефтьюганска. И это не единственный экспонат, кстати, это сердце в натуральную величину. И приходят даже взрослые. Мы слишком мало знаем о своем сердце. Приходите в музей сердца, мы вам расскажем. Для этого надо будет приехать, Сургут. Ирина Александровна, большое Вам спасибо. Вот сейчас я в очередной раз почувствовал, знаете, эффект белого халата. Это когда ты находишься рядом со специалистом, ты чувствуешь себя сразу же, априори, гораздо лучше. Спасибо. До новых встреч. Успехов вашим сотрудникам, разумеется, потому что это дело нелегкое, но очень важное. Будьте здоровы. Вот это самое главное. На этом, дорогие друзья, мы с вами и простимся. Помните, у нас в программе люди говорят, а мы рассказываем и показываем. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»